Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю серию видеороликов огород на балконе и дошла до сорта Пиноккио. Но вообще сорт Пиноккио, конечно, должен быть первым, потому что это самый распространенный, самый старинный, самый популярный балконный сорт, потому что он является горшечным, комнатным. Он специально выращивается на балконах, потому что он очень-очень приспособлен к этому из-за своего роста, размера. Но сейчас я все расскажу о нем подробно и покажу, как я его буду садить. Вот в последнее время не только балконные сорта, а вообще черри, к которым относится Пиноккио, становятся все более-более популярными. Они бывают и индетерминатные, и штамбовые, вот как Пиноккио, разных цветов, форм. Ими украшают блюда, их в маринады уже консервируют. Но больше всего радости они доставляют, конечно, детям. Они любят их за сладкий вкус, за привлекательный вид. Если у вас есть ребенок, но нет огорода, можно посадить и вырастить. Вот такой прекрасный томат и на подоконнике, и на балконе, и на лоджии можно вырастить его везде. Вот видите, у него уже цветочные бутончики, вот они, я потом поближе покажу. Это уже взрослое растение, так что много места он не займет, и хлопот тоже. Хорошо, если говорить именно о черри, сорт Пиноккио, то это очень старинный сорт. Ну как, уже он попал в госреестр уже более 20 лет назад. А ведь еще до того, как томаты попадают в госреестр, вы знаете, они до этого существуют очень много лет. В 97 году он занесен в госреестр. Рекомендован для выращивания в любых регионах нашей страны. Ну что самое интересное, многие знают его как горшечную культуру, но мало кто знает, что изначально вот этот крошечный томат Пиноккио, малыш этот, предназначался для выращивания в открытом грунте. Его и выращивали, и до сих пор я выращиваю. В прошлом году я показывала видео, как я украшаю дорожки вдоль дорожки. Много-много-много-много, вот до 100 кустиков Пиноккио сажу. Но огородники быстро поняли, что вот эти небольшие растения с компактной корневой системой будут хорошо себя чувствовать и на балконе, и на подоконнике. Начали уносить их домой, выращивать дома. И вот он понемногу-понемногу превратился в горшечную культуру, которую выращивают люди даже зимой. Ну вот госреестр его представляет как среднеспелый, но все люди, которые выращивают, и даже компания-производитель семян уже называют его раннеспелым. Я вот тоже скажу, что он раннеспелый, потому что если сейчас у него уже расщелкиваются бутоны, значит он уже в июне даст плоды спелые. Он относится к штамбовым сортам, как я уже говорила. Вот видите, штамбовый сорт это очень компактный. Он еще является супер детерминатным. Есть штамбовые сорта чуть повыше, а он вот прям супер детерминатный. Ну сколько здесь? 15 наносантиметров, все. Он уже цветет, он уже взрослый. Это значит, это уже не рассада, а взрослое растение. Сейчас его надо высаживать или в открытый грунт, или вот в кашпо, в ведра. Вот эти невысокие, всего самые большие, они вырастают 30 сантиметров в кустики. Они не дают сильных корней, они не занимают много места, поэтому если я вчера таймыр садила в 10-литровое ведро, то для крошки пиноккио подойдет и 5-литровая ведерко. Можно высадить в горшочек, в майонезную, в какую-то, вот есть майонезные ведерки небольшие. Этот сорт вообще, он рекомендуется его не подвязывать, но я вот как давно выращиваю, конечно в открытом грунте я его не подвязываю, но в горшочках, если вы будете в небольшом горшочке или в ведерке, то лучше его подвязать, потому что он облепится вот большим количеством помидорок, и если будет грунт влажный и рыхлый, он может наклониться и просто как вывернуться с корнем из этого горшочка. Такая тяжесть будет, так что лучше одну палочку закрепить в ведерко и привязать. Он будет как елка, увешанный игрушками. Но это для него много, а вообще урожайность пиноккио, конечно, не слишком велика. Если производители обещают полтора килограмма с куста, то в реальности, особенно вот в наших, в сибирских условиях, если, например, мало солнышка, то урожай намного меньше. Но тут уже даже не количество в килограммах урожая, а просто вот эта декоративность. Представьте, такой крошечный томат, весь в красных помидорках, он будет весь-весь-весь унизан помидорками. Дети видят и в восторге, у них вот такие глазки открываются, как это, что это, или елочка, или это помидорочка, непонятно что. Очень красивый. Но получить большой урожай можно, конечно, только в открытом грунте, при уплотненной посадке. Он позволяет себя высаживать загущенно, можно его сплошным-сплошным-сплошным, ну как грядочкой садить, вот как высаживаем морковь, например, как свеклу. Его можно также садить в открытом грунте, без подвязки, он друг друга будет держать, ему наклоняться будет некуда, некуда. И вот тогда можно получить большую урожайность, когда он будет в открытом грунте, когда их много на метре, прям ведрами будете собирать. Но они, конечно, очень мелкие, много их никто не садит. Вот листья, видите, какие у него красивые листья такие, я потом, давайте сейчас уберу сверху, покажу, это надо посмотреть, какой он красивый. У него такие гофрированные, ярко-зеленые листья, видите, вот уже бутончики, он очень декоративный, я говорю, он как будто создан специально, чтобы для украшения участка, для украшения балкона. Вот они, он скоро расцветет. До расцветания мне нужно срочно его пересадить в ведерко, который будет в огородном балконе. Остальные, конечно, будут у меня на улице, я сажу их, высаживаю на заваленке вдоль теплицы или вдоль дорожек. Тоже как декоративное, но потом я их все отбираю. Вот такие гофрированные зеленые листья сейчас я на место поставлю.